К большому сожалению, я продал свой биткоин в 2014. Я получил некоторую прибыль, которая тогда мне казалась отличной. Но дело в том, что я до сих пор не могу вернуться к тому количеству биткоинов, которые тогда у меня были. Так что мораль и урок – не продавайте свой биткоин. Вернуть его, может быть, очень сложно. Это сказал генеральный директор биткоин Инвестмент Групп. Национальный долг США вырос на 275 миллиардов долларов за день. Это половина капитализации биткоина. Это может потенциально привести к смертельной долговой спирали. На первый взгляд кажется, что это очень плохо. И это плохо. Но только в одной сфере. Для другой это очень даже хорошо. Давай разбираться. Стэнли Дракенмиллер, один из самых успешных менеджеров хедж-фондов на Олл-стрит, с состоянием более 6 миллиардов долларов, сказал, когда биткоин стоил 15 тысяч долларов, что если ставка на золото сработает, то ставка на биткоин сработает гораздо лучше. Биткоин станет классом активов, который привлечет большое внимание в качестве средства сбережения как для миллениалов, так и для других поколений. Он существует уже 13 лет. И с каждым днем он все больше укрепляет свой бренд. У меня намного больше золота, чем биткоина. Но, честно говоря, если золото сработает, биткоин сработает намного лучше. Ведь он еще не такой большой и обладает гораздо большим потенциалом с точки зрения ликвидности. Сравнение золота и биткоина с начала 2023 года. С января 2023 золото упало на 5,4%, а биткоин вырос на 74%. И, как мы видим, в последнее время биткоин растет, а золото падает. Стэкхолдер заметил, что золото начали распродавать так же, как и до банковского кризиса в марте 2023 года. Большие убытки от облигаций вынуждают банки продавать золото. Это хорошие новости для биткоина. Ведь большинство банков и фондов еще не держат биткоины, которые можно было бы продавать для покрытия этих убытков. Но зато держат золото, которое рекордно накапливали перед этим. Большая часть монет биткоина уже находится в руках инвесторов, которые предвидели приближение кризиса суверенного долга. И вот они-то продавать эти биткоины не хотят. Что еще пугает рынки и банки? Это число новых вакансий в свежем отчете с рынка труда, которое оказалось намного выше, чем ожидалось. Это означает, что безработица все еще под контролем, а значит ФРС США может удерживать процентные ставки выше и дольше. S&P 500 отреагировал на это падением. Но как долго ФРС США сможет удерживать эти ставки на высоком уровне? Свен Генрих пишет, что рост доходности, частично вызванный ненасытной эмиссией долговых обязательств казначейством США, а я добавлю и продажей Китая тоже, ужесточает условия настолько быстро, что прежде чем вы это заметите, ФРС может быть вынуждена либо приостановить количественное ужесточение, либо сразу же начать снова становиться покупателем долга США, то есть выходить на рынок и скупать все активы. Дефицит, который в прошлом году удвоился до 2 триллионов долларов, может стать красным сигналом для всех, кого волнует судьба Америки. Наша страна быстро приближается к смертельной долговой спирали, пишет сенатор Синтия Люмис, которая похоронит будущее поколение. Необходимо положить конец зависимости Вашингтона от его расходов. Но вот здесь прячется парадокс. Чем выше процентные ставки, тем выше будет инфляция. Почему? Чем больше дефицит, тем быстрее включится печатный станок. Чем быстрее будет печатный станок, тем быстрее будет расти инфляция. Это называется смертельная долговая спираль. И когда это произойдет? Куда люди спрячут свои деньги? Неужели в биткоин? Макс Кайзер отвечает. Ключевой момент, что повышение ставок не остановит инфляцию, а наоборот спровоцирует ее рост. Порочный круг неумолим. Все будет стремиться к нулю по отношению к биткоину. Посмотри на это. Это счетчик долга, который летит на Марс. Как ты видишь прямо на твоих глазах. Но мало кто обращает внимание вот на эту цифру. Налоговое поступление в федеральный бюджет США. Присмотрись. Что с ней происходит? Это число уменьшается, в то время как долг растет. Это значит, что правительство недополучает налоги. Почему? Нет стимулирования экономики. Потребители не тратят деньги. Процентная ставка просто демотивирует людей. Они не берут деньги у банков. Они ничего не покупают. Ничего они инвестируют. Весь 2023 год, каждый месяц, мы наблюдаем падение трат потребителей. Причем последние месяцы мы ускорились. Это по минус 10% в месяц. В сентябре почти минус 11%. Вот почему эти налоговые поступления падают. Вот еще одна причина, почему ФРС США не сможет долго придерживаться своей политики ужесточения. Им придется развернуться. Им придется стимулировать экономику. Тем временем, биржевые резервы биткоинов достигли самого низкого уровня за последние 5 лет. А долгосрочные холдеры все еще не активны. Возникает вопрос. Если эти ребята покупают, тогда почему же цена не движется быстро, резко и мощно? Да потому что сейчас все еще достаточно ликвидности. Да, ты не ослышался. Несмотря на то, что ликвидность биткоина находится на экстремально низких уровнях, для них этой ликвидности все еще достаточно. Но дальше нас ожидает еще более низкая ликвидность. И когда мы доберемся до самой последней капельки, вот тогда мы и увидим огромные зеленые свечи. Пока мы еще не дошли до этой точки. Это хорошо для тех людей, которые хотят накопить еще биткоинов до того, как мы достигнем этих самых низких уровней ликвидности. И похоже, что мы уже близки к этому, потому что посмотри на это. Сентимент указывает на то, что 10 крупнейших адресов тезера собрали наибольшее количество USDT за последние 6 месяцев. Количество USDT на биржах выросло с 17,6% до 24,7% за 4 месяца. Мы имеем ситуацию, когда количество биткоинов на биржах рекордно низкое, а количество USDT наоборот за последние 4 месяца рекордно растет. 10 USDT китов отправляют кучу токенизированных долларов на биржи в то время, когда предложение монет биткоина падает из месяца в месяц. Да это же просто взрывная ситуация. Доминирование биткоина растет и может вырасти еще больше в ближайшее время. Это показывает нам, что инвесторы движутся в биткоин из альткоинов. И я знаю, что теперь у тебя назревает вопрос. Как это вообще возможно, чтобы одновременно росли и индекс доллара, и биткоин? Ведь мы знаем, что если доллар растет, то активы должны падать. Сильный индекс доллара США не означает автоматически слабость биткоина. Ведь после медвежьего рынка 2018 года, например, биткоин рос вместе с индексом доллара. Доллар становился сильнее, и биткоин тоже. Конечно, когда мы видим вот такие огромные падения доллара, как вот здесь, это означает, что ФРС США включила печатный станок на всю и залила экономику дешевыми деньгами. Тут, конечно же, стремительное падение доллара равно параболический взрыв биткоина. Но пока мы не находимся в периоде количественного смягчения, у нас сейчас политика количественного ужесточения. Но, как мы говорили ранее, есть множество сильных причин для того, чтобы ФРС США вернулась к количественному смягчению. Здесь у нас графики биткоина, индекса доллара и графики индекса доллара, разделенного на биткоин. За год доллар индекса вырос на 2% по отношению к корзине иностранных валют, евро, иена, юань, рубль и так далее. Но биткоин вырос на 67%, а индекс доллара даже умудрился упасть по отношению к биткоину на 39%. Теперь я хочу поговорить про давление продавцов на биткоин и на его цену. Это тоже очень важная тема. Блок Wea Solutions поделился этим графиком. Он показывает нам цену биткоина на белом графике и выпуск новых монет биткоина на голубом графике. Выпуск новых монет – это и есть давление продавцов. Внизу графика ты можешь видеть изменения выпуска монет в абсолютном числе и в долларовом измерении. Вот это зеленая линия. Если кто-то выпускает 10 монет биткоина, а цена монеты 10 тысяч долларов, то в долларовом измерении это 100 тысяч долларов потенциального давления продавцов на цену биткоина. Почему это выглядит позитивно для меня? Да потому что мы наблюдаем массивное сокращение ежедневного давления. Ожидается, что после следующего халвинга эта линия обвалится еще ниже. После халвинга в 2020 году ежедневное давление продаж упало примерно на 10 миллионов долларов. После халвинга в 2024 снижение ежедневного давления продаж оценивается в примерно 15 миллионов долларов. На 5 миллионов долларов больше, хотя, конечно, это число будет зависеть от стоимости биткоина на тот момент. В любом случае это окажет позитивное влияние на цену. Еще один способ оценивать давление на биткоин это майнеры, которым приходится продавать, чтобы оплачивать свои расходы. После халвинга майнеры будут продавать намного меньше биткоинов, что солидно сократит общее давление продавцов. И пока спрос останется таким же или даже вырастет, цена будет расти. Это резервы майнеров. И на этом графике мы видим, что первый разворотный момент майнеров произошел в апреле 2023, когда они перестали распродавать свои добытые монеты и начали увеличивать свои резервы. Они накапливали до конца июня, после чего начали продажи. И мы видим, что они накапливали, когда цена биткоина была дешевле и продавали, когда она была дороже. Сейчас цена даже выше, чем когда они начали продавать в прошлый раз. Они снова начинают накапливать. Пока немного, но это похоже на прошлую точку разворота. Это говорит нам о том, что майнеры думают, что если они будут накапливать сейчас, а не продавать, то в будущем смогут продать биткоин по лучшей цене. То есть майнеры в принципе настроены позитивно. До халвинга тем временем приблизительно 208 дней, это всего 6 месяцев. И здесь нужно добавить ремарку, о которой я писал у себя в телеграме, ссылка кстати в закрепленном комментарии. Можно сколько угодно спорить о том, будет ли 2023 год больше похож на 2015 или на 2019. Это все равно не меняет того факта, что примерно за 200 дней до халвинга биткоин обычно корректировался. На минус 24% в 2015 году и на минус 38% в 2019. Если верить этой модели от Racked Capital, можно сделать вывод, что следующие 140 дней могут предоставить последнюю в истории возможность купить по цене около 20 тысяч долларов и даже ниже 20 тысяч долларов. При этом новый исторический пик цены обычно наступал спустя 518-546 дней после халвинга. Это либо середина сентября 2025-го, либо середина октября 2025-го. Опять этот октябрь. Не первый раз мы его уже встречаем. Что касается альткоинов. Здесь мы видим диаграммы за 7 и 30 дней. За последние 7 дней биткоин опередили. Биткоин СВ, Солана, Руна, Арбитром, АВ, Мейкер, Матик, Ада, Айси Пи и другие. За последний месяц не так много. Биткоин СВ, Руна, Мейкер, АВ, Линк, Солана, Трон, Тон, Алга и Вичейн. При этом индекс сезона альткоинов находится на отметке 39 пунктов. Мы упали с 55-56 пунктов. И на самом деле это хорошо. У нас есть возможность накапливать альткоины тогда, когда этот индекс находится на минимальных отметках. Самое идеальное время на 25 и ниже. И продавать эти альткоины, когда этот индекс достигает 75 и выше. За 90 дней биткоин показывает себя лучше большинства альткоинов. Но его обгоняют Каспа, Мейкер, XDC, XLM, Линк, Трон, XRP, Солана и Эйчбар. Сравнивая с предыдущими видео, в которых мы это обозревали, биткоин становится сильнее. Далее потоки капитала в цифровые продукты. Мы видим, что спустя 6 недель оттока капитала в криптопродукты, мы уже замечаем приток капитала в размере 21 миллиона долларов. Уточнение, речь идет о фондах в Европе, Северной Америке, Южной Америке и так далее. Это не означает, что происходит рост количества людей, которые заходят сюда. Это всего лишь поток капитала фондов в или из цифровых активов. Так, в биткоин за эту неделю влили 20,4 миллиона долларов. Из эфириума, наоборот, вывели полтора миллиона долларов. Из мультиэссет минус 1,4 миллиона долларов. И самое интересное, из шорт биткоина минус полтора миллиона долларов. Это достаточно бычий признак. При этом Солана продолжает поражать. 5,1 миллиона долларов притока за последнюю неделю. Немного, но все-таки опять приток капитала. Посмотри на эту диаграмму. Здесь мы видим активы под управлением в различных фондах. АУМ. Активы это биткоин, эфириум, бинанскоин, лайткоин, Солана, XRP, Ада и Трон. Нас интересует последний столбик. Это годовой приток в качестве процента от активов под управлением АУМ. Мы видим, что Солана превосходит всех. АУМ 84 миллиона долларов. Приток в этом году составил 31 миллион долларов. То есть это 37 процентов. Кардана занимает второе место 24 процента. XRP разместился на третьем месте с показателем 22 процента. И хотя Трон показывает отток в размере 196 процентов от АУМ. АУМ 26 миллионов, а отток минус 51. В последнюю неделю он начал себя показывать неплохо. Грейскейл активы биткоин и эфириум. Мы видим, что GPTC торгуется со скидкой минус 21 процент, эфириум минус 30 процентов. Две недели назад скидка на GPTC была ровно 21 процент и на эфириум ровно 30 процентов. Изменения совсем небольшие, я бы сказал незначительные. Это означает, что возбуждение инвесторов от того, что Грейскейл собирается превратить и биткоин фонд и эфириум фонд в спотовые ETF'ы сошло на нет. Но я до сих пор уверен, что и тот и тот спотовые ETF'ы будут приняты в 2024 году. Возможно перед халвингом. Теперь я хочу поговорить про нефть. В стратегических нефтяных запасах США осталось нефти на 17 дней, согласно Reuters. Это примерно половина от среднего показателя в 33 дня. Проблема в том, что они должны были наполнить эти запасы нефтью за 60 долларов за баррель. Теперь, когда цена около 90, заполнить резервы будет гораздо дороже и больнее. Особенно учитывая остальные расходы правительства США и всю эту грызню вокруг законопроекта о финансировании. Которая, кстати говоря, не закончена, всего лишь отложена. Также нас ожидает встреча стран ОПЕК, на которой они обсудят сокращение темпов добычи нефти. Поэтому это опасная ситуация. Соединенным Штатам нужно с этим разобраться быстрее. Представь себе, если у США сейчас придется вступить в войну, а здесь даже нечем заправить военную технику. Вот почему это называется стратегическим нефтяным резервом. Стратегическим. Говоря про США, вспоминаем про американские трежерис, которые Китай продолжает агрессивно сливать. Теперь они держат трежерис на сумму 821 миллиард долларов. Почему это важно для ставки? Когда Китай продает их, это увеличивает предложение американских трежерис на рынке, что приводит к снижению их цен и принудительному росту их доходности, чтобы мотивировать хотя бы кого-нибудь покупать их. И наоборот, когда Китай их выкупает, это снижает предложение трежерис на рынке, что повышает их цену и снижает доходность. Так что да, ставка очень сильно влияет от этих продаж. Говоря про доходности, на приведенном графике показана крайняя степень инверсии между десятилетними казначейскими облигациями и трехмесячными казначейскими векселями. Текущая инверсия является наихудшей за последние 40 лет. Хуже 2020 года, 2008, начало 2000-х и рецессии 1990-х. Обычно этот график обозначает приближение рецессии. И, судя по нему, она уже должна происходить. И, наконец, то, что называется долг Армагеддон. 100 триллионов долга в 2036 году. Со времен создания ФРС США в 1913 году федеральный долг США удваивался каждые 8-9 лет. Но сейчас, как ты видишь на графике, этот показатель ускоряется. Приблизительно до 2036 года долг составит 100 триллионов долларов. Инфляции и циклы процентных ставок также смотрят вверх в следующие 20-30 лет. А процентная ставка ФРС США в 2036 может составить 10%. Как я уже говорил, никто не будет покупать трежерис, если доллар будет так быстро обесцениваться. Все захотят больших доходностей от покупки долга. Но если никто не покупает долг, все ломается. Это долговой кризис. 10% от 100 триллионов долларов – это 10 триллионов долларов только на процентные платежи по долгу. Выше затраты, ниже налоговые поступления, дефицит бюджета. Как мы и говорили в начале видео, именно так выглядит смертельная долговая спираль. Которая, ну просто обязана взрывать биткоин. Надеюсь, что видео было интересным и полезным. Если это так, не забудь поставить лайк. Всем удачи, увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok